Ядерная проблема Ирана В плане сохранения договора о нераспространении ядерного оружия То есть комплекс проблем И, конечно, та ситуация, в которую сейчас попал Иран Это прежде всего его политика, его ядерная политика Его политика в отношении тех проблем, тех требований Которые выдвигает международное сообщество в ядерной сфере к Ирану Безусловно, как мы знаем, проводятся постоянно переговоры в двух форматах Первый формат – это Иран-Магате И второй формат – это Иран-шестерка Иногда эту шестерку называют 5 плюс 1, иногда 3-3-3 Но, во всяком случае, это тот формат, который каким-то образом способствует пониманию сторонами позиций друг друга Это очень важно Мы знаем, что 5-6 числа в апреле в Алма-Ате состоится еще один раунд переговоров И, конечно, неизвестно, как закончится этот переговор Но я думаю, что никаких таких решительных решений, решений таких судьбоносных ждать не стоит Безусловно Теперь, какова роль России в этом плане? Ну, Россия на протяжении долгого периода Периода практически десятилетнего Старалась сделать так, чтобы убедить Иран Все-таки пойти на шаги навстречу и Магате, и шестерке в плане решения иранской ядерной проблемы И относительно недавно министр иностранных дел Сергей Лавров выдвинул очень хорошую идею, по моему мнению Это так называемое степ-бай-степ, то есть постепенное решение иранской ядерной проблемы Вот представьте себе, на одном листе мы пишем требования к Ирану А на другом листе пишем список санкций, которые против Ирана выединуты И вот Иран выполняет требования и зачеркиваются те санкции Следующее требование выполняет, зачеркивается, следующие санкции И так степ-бай-степ, шаг за шагом все санкции снимаются По-моему, это очень хорошая продуктивная идея Здесь, конечно, надо работать над проблемой того В какой рейтинг записать все требования и санкции Чтобы каждое выполненное требование соответствовало снятию определенной санкции Но это техническая работа, можно сделать И вторая тоже работа, это установление сроков Потому что бессрочно это бесполезно Поэтому для Ирана нужно установить сроки Что он должен выполнять определенные требования к определенному сроку И, соответственно, к этому сроку снимается эта санкция Очень хороший путь И, как мне кажется, даже западные партнеры России по шестерке В целом согласны с такой позицией Но мы знаем, что 14 июня в Иране президентские выборы И я не думаю, что до этого момента какие-то, как я уже говорил Судьбоносные шаги в решении иранской ядерной проблемы будут осуществлены Надо ждать осени То есть, если 14 июня у нас выборы Инаугурация иранского президента в начале августа Затем ему нужно будет формировать правительство И вот где-то к концу осени Можно начинать следующий круг работы с Ираном Но я считаю, что Россия ведет в отношении Иран правильную политику Взвешенную политику Которая отвечает, кстати, и интересам международной безопасности Ядерной безопасности И отвечает интересам самого Ирана Потому что именно ядерные проблемы Которые возникли вокруг ядерной программы Ирана Они практически были причиной санкций Причиной политической блокировки Ирана Поэтому в интересах Ирана решать эту проблему И здесь помощь Москве, я считаю, что вполне-вполне реальна И еще очень интересный момент Мы знаем, что у Ирана не так много союзников И один из этих союзников – режим Башара Асада в Сирии И, конечно, Иран делает все возможное, чтобы сохранить этот режим Оказывает и военную, и финансовую, и политическую, и духовную поддержку этому режиму Но, однако, как мы знаем, ситуация с каждым днем ухудшается в стране Продолжаются боевые действия, продолжается гражданская война Больше того, она как-то активизируется и усиливается Уже почти 80 тысяч убитых Поэтому, конечно, положение катастрофическое Россия в этом плане делает все возможное, чтобы, самое главное – прекратить боевые действия Все остальное уже потом Потом решение внутренних проблем Сирии Которые, конечно же, должны решать сами сирийцы без вмешательства Как сторонников Башара Асада, так и сторонников оппозиции И здесь, конечно, я думаю, что Россия еще не исчерпала своих возможностей В вопросе оказания содействия в прекращении боевых действий Мне кажется, Москва должна усилить свою активность именно в этом плане